Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет! Добро пожаловать на канал видеообзоров VTNT. С вами я, Вова Тишевский, и сегодня я расскажу вам о Lecool 1. Смартфон, который был выпущен в сотрудничестве компаний Leica и Coolpad. Ну, там вообще, можно сказать, такая странноватая ситуация. Можно сказать, что Coolpad частично уже принадлежит Leica, если не контрольный пакет акций. Поэтому основное влияние на производство этого смартфона, конечно, было произведено Leica. То есть, можем так сказать, что это один из вариантов Leica смартфона. Да и по дизайну, в принципе, мы, по сути, имеем классический Leica смартфон без каких-либо особых отличий, которые могли бы быть от Coolpad. Потому что я никаких, как бы, визуальных вариаций от Coolpad не вижу. Просто взяли и наклеили здесь Coolpad и все. Итак, давайте пройдемся по внешнему виду. Аппарат у нас металлический, с пластиками верхними и нижними вставками. У нас металлическая эта часть, кнопочки металлические. На передней части у нас стекло. По заявлениям производителя, это Gorilla Glass. Ну, если так, то это круто. Также у нас здесь есть лоток для сим-карт, который не расширяется картами памяти, исключительно сим-карты. Можете посмотреть мою распаковку, там, где я это показываю. Итак, на обратной стороне у нас есть двойная камера. Давайте я ее поближе вам покажу. Она выглядит стильно красиво, но неудобно то, что она выпирает. Это, как бы, определенный минус. Также у нас сканер отпечатка пальцев зеркальный, который, ну, я бы не сказал, что прям идеальный, но нормально работает. Также есть микрофончик, также есть вспышка. Снизу, как я и говорил, что название Coolpad и Leeko Inside. То есть, по сути, это реально Leeko. Итак, у нас снизу идет Type-C разъем. Также где-то, по-моему, в этой части идет микрофон. Здесь у нас динамик. Смотрите, с правой стороны кнопочки поближе я вам покажу. И разъемчик с этой стороны, он немного утопленный. Вот эти края, они пачкаются прям очень существенно. Поэтому, ну, не знаю, насколько, как бы, это будет целесообразно их скрыть в чехол. Но мне кажется, что есть смысл смартфон положить в чехол. И также сверху у нас есть разъем для наушников. Что не характерно, вот это и отличает от последних Leeko этот смартфон. И у нас есть инфракрасный порт. На передней части у нас с правой стороны фронтальная камера. Слева у нас датчики, экранчик. Вокруг экранчика есть рамка. Экранчик хороший, яркий, сочный. И снизу у нас три сенсорные подсвечиваемые кнопки, которые исчезают через определенное время неиспользования. Как-то так. Я специально взял несколько экспонатов, так как одной из особенностей этого смартфона является двойная камера. Соответственно, улучшенный боке. Я сделал еще, конечно, ряд снимков специально для вас. Но, тем не менее, вы в течение обзора сможете все это увидеть. Итак, смартфон работает на базе Android с оболочкой Leeko. Она называется EUI-версия 56014С стабильная на базе Android 601. Модель, видите, называется C106, то есть Cool1 или C106. Вот здесь, видите, PhoneName Cool1Dual, DualSIM. То есть здесь две сим-карты. Также интересным моментом является то, что чипом, процессором, есть Qualcomm Snapdragon 652, а не 650. Это восьмиядерный процессор по 1,8 ГГц. Также, что касается встроенной памяти, то здесь ее 32 ГБ, из которых доступно пользователю значительно меньше. К примеру, мы можем посчитать. 16 доступно и 12 использовано. Использовано, причем, что когда смартфон я запустил впервые, использовано было где-то, если я не ошибаюсь, где-то гига 4. Итого получается, что свободно было где-то 22 ГБ. То есть мы знаем, что в 32 ГБ смартфонах зачастую недоступны все 32. Занимает операционная система и предустановленные приложения. Так вот, по факту, чаще всего в смартфонах доступно от 25 до 28 ГБ. Здесь же было доступно где-то 22. Это минус, так как расширение карт памяти здесь не предусмотрено. Далее, батарейка. Батарейка здесь хорошая. Она на 4000 мА. Держит хорошо батарею. Смотрите, 62%. Два дня в 18 часов. И экран был включен из этого времени почти 2 часа. 1 час 43. Это хороший показатель. То есть если мы переведем еще, как бы увеличим 2 раза больше, точнее снимем заряд батареи. Такое же было бы использование. То есть отнимем 38%. Это у нас останется где-то 20% заряда. То экран будет где-то работать 3 часа 30 минут. И смартфон в режиме автономности будет 4 дня. То есть, если немного посчитать, то плюс-минус 5 часов работы смартфона, экрана смартфона, когда он включен. И где-то 3-4 дня автономности. Это вполне себе приемлемо при средних нагрузках. Но если вы будете нагружать смартфон играми, то смартфон, конечно, разрядится значительно быстрее. Далее, что касается перевода и стабильности работы оболочки. Смартфон практически полностью переведен. Хотя есть, вот видите, много чего на английском. Wireless Display. VPN. Ну, VPN, ладно, всегда на английском пишется. Например, Dual SIM Mobile Networks. Тоже как бы на английском. Хотя, как бы пишется там SIM-карты, да. Обои темы, звуки, вибрации. В общем-то, короче, не все переведено. Это определенный минус. Но, в принципе, пользоваться можно. Пользоваться комфортно, нормально и адекватно. Дайлер у нас выглядит вот таким образом. Мы можем видеть цифры. Также контакты отображаются. Вот как-то так. Так, в принципе, все отлично. Здесь с этим проблем нет. Кстати, я устанавливал SIM-карту сюда. Могу сказать, что звонки поступают отлично, хорошо. И тебе, и хорошо слышно. И громкость динамика при звонках хорошая. То есть, тут проблем, претензий нет. Также хочу отметить то, что у этого смартфона есть ряд предустановленных приложений. Такие как Компас, Контакты, Майлоэко, Суперменеджер, Музыка, собственные заметки, плеер и дистанционное управление. Так как у нас здесь есть инфракрасный порт. Инфракрасный порт я не тестил, так как у меня особо нет техники, которые можно было затестить. Но, тем не менее, все эти приложения присутствуют. Также присутствуют всякие браузеры дурные, два штуки, которые, сейчас вы можете увидеть, их просто невозможно удалить. Видите, нету, если, например, плей-игры, то у нас появляется корзинка, и я могу их удалить. Те браузеры, к сожалению, удалить нельзя. Вот так. Что касается YouTube, кстати, отображается он адекватно. Хотя логотипчик еще очень-очень старого YouTube, но, тем не менее, отображается YouTube адекватно. Что касается прогрузки, ну, тут все тоже окейно. То есть, могу сказать, что работает смартфон хорошо. Также не было проблем с плей-маркетом, он был предустановлен изначально, все окейно. То есть, приложение я установил, все работает хорошо. Ну и теперь интересный, конечно, момент, связанный с камерой. То есть, по сути, это одна из важнейших причин, по которой люди присматриваются к смартфону этому. И она выглядит вот таким образом. Есть у нас различные режимы. Видеорежим. Есть ночной режим. Есть SLR. В данном режиме можно снимать фото уровня объективной зеркальной камеры. Я так понимаю, что этот режим, это очень эффективный режим для съемки предметов с усиленным боке. Вот он, этот SLR режим. Мы на него посмотрим. Видеорежим у нас, в принципе, выглядит стандартно, как и везде на Leco. По качеству максимальной съемки можно снимать видео 4K. Это очень-очень круто. Я считаю, что молодцы. Тут бесспорно плюс. Есть режим красота, который дает возможность сделать более красивую картинку. И Pro режим. Это самый, как бы, один из любимых, наверное, режимов будет наряда людей. Хотя, в принципе, большинство людей хотят просто запустил штрих и сфоткал. Но любителей пофоткать, это будет любимый режим. Баланс белого, ISO, экспозиция и так далее. Тут макро, фокус, насыщенность и так далее. Все эти режимы, это очень-очень круто. С учетом того, что все-таки каждый человек подбирает под себя что-то, как бы, индивидуальное. И, соответственно, хочется иметь различные возможности. Вот я, к примеру, люблю камеру Samsung, из-за того, что у нее офигенско классные возможности. Есть режим замедленной съемки, длительной выдержки, панорамы и создание гифок. Это очень круто. Также есть возможность убирать звук затвора, что идеально. Потому что звук затвора ужасный. Выставлять разрешение изображения. 4х3 это 13 Мп и 10 Мп 16х9. Качество фоток можно выставить улучшенное, высокое или обычное. Местоположение указывать в снимках можно. Сканер штрих и QR-кодов можно добавлять. В общем-то, целый-целый ряд возможностей. Это большой плюс. По фронтальной камере могу сказать, что она отличная. Мы посмотрим на все это дело. Фото у нас есть обычное. Есть режим красота. И фронтальная камера снимает видео в Full HD. Это тоже очень хорошо. Итак, давайте зайдем в галерею. Посмотрим на ряд снимков, которые я сделал. Я думаю, что они потенциально могут вас удивить. Итак, смотрим на объект. Все я фотографировал в автоматическом режиме. Вот как-то так выглядит объект хорошо, детализировано. Никаких у меня претензий к фотке нет. Смартфон действительно справляется. Также еще один объект. Это лиственное дерево и береза в частности. И она смотрится просто потрясающе. Мне кажется, что фотка просто мега-мега супер. Далее еще один снимок. Вариация из вариаций. Вот, ну, оценивайте сами. Это же береза только с другой стороны, напротив солнца, как вариант. Также я экспериментировал с размытием фона. И фокусировался в частности сейчас на центр. А потом я перефокусировался, пытался перефокусироваться, видите, на забор, чтобы там было размытие. И все получается. Все круто получается. Также я испробовал фокус в ручном режиме. И сейчас как бы фокусировка происходит на более близкий объект. И теперь на более дальний объект. Все отлично. Я считаю, что камера справляется очень хорошо. Также фронтальная камера. У нас делает потрясающе прекрасные снимки. Я еще заметил, это в LeTV1S. Это тоже хороший смартфон такой. Ну, вот, пожалуйста, снимки сделаны. Только вот это потенциальный бог 26. Это, конечно, вообще жесть. Что это такое, я не представляю. Но снимок очень высокого качества на хорошем высоком уровне. Также пытался поймать движущийся объект, в частности, своего песика. И, поверьте, это было сделать не так уж и просто. Он постоянно двигался и снимки были размытые. Ну, как видите. Но в какой-то момент у меня получилось сделать адекватный снимок. И смотрите, что из этого получилось. Вот, пожалуйста, еще снимки интересные. Также хочу отметить положительную макрофотосъемку. Она очень-очень хороша. И я бы сравнил ее по уровню с Meizu MX6. Также текстуры на хорошем уровне. Очень-очень мелкие текстуры. Фотографируют хорошо. Детализация высокая. Просто, ну, молодец. Смартфон молодец. Также смартфон хорошо фотографирует объекты. Небольшие. Просто потрясающие. Размытие на высоком уровне. Что касается цветопередачи. Пожалуйста, вы можете посмотреть на зеленую травку. И насколько она вам зеленая. И вот, пожалуйста, с размытием бакея. Это как раз белка. И мы можем видеть, что вот в верхней части хвостик у нас здесь немного не попал. То есть и размытие как бы есть. Хотя, опять же, хвост находится сзади. И размытие... Ну, да. Давайте еще сделаем пару снимков. Вот, в частности, BB8. Можем сделать. Я думаю, что будет интересно посмотреть, насколько можно меня сфоткать еще как вариант. Снимок делается очень-очень быстро, качественно. Ну, и вообще, я скажу, что камера реально очень хорошая. Очень конкурентная. На уровне приблизительно Meizu MX6. Я бы так говорил. То есть где-то в этом диапазоне. В общем, как вы заметили, смартфон фоткает очень-очень годно и достойно. Я бы даже так сказал, что лучше, чем Redmi Note 4 и где-то приблизительно как Meizu MX6. Хотя модуль здесь камеры попроще стоит. Что касается игр, то производительности хватает, так как здесь восьмиядерный процессор от Qualcomm. Танки на максимальных идут на 40-50 до 60 FPS доходит. Ну, в таком, знаете, спокойном режиме. А в режиме боя проседает где-то до 30 FPS. Один раз было так, что до 22 FPS просело. Это в самом-самой гуще боя. То есть я рекомендую ставить средние или даже низкие настройки, чтобы не напрягать смартфон. Все-таки это не самый топовый гаджет. Подводя итог, могу сказать, что LeCool 1 это один из очень-очень интересных девайсов. Особенно в плане камеры, в плане производительности, автономности, в плане хорошего экрана. Единственное, что мне не нравится в этом телефоне, то, что нет возможности расширения карт памяти 32 гигабайта. И то они забиты очень сильно. И не до конца переведенная прошивка. Все-таки прошивка это очень важно. И когда она полностью русифицирована, тогда это как бы более комфортное использование. Тем не менее, что я как бы не испытываю проблем с английским. Тем не менее, хотелось бы иметь все-таки все на одном языке. И это будет более комфортно и удобно. Также, что касается прям сверхфункций, я бы не сказал, что он чем-то прям сверх-сверх круче, чем другие телефоны. Но, если говорить о конкуренции, то это конкурент Xiaomi Redmi Note 3 Pro 3.32. И, в принципе, Xiaomi является таким весомым конкурентом. Это Redmi Note 4, Meizu M3 Note, Meizu ME где-то 170 долларов стоит тоже 3.32 модификации. То есть, в принципе, топовые производители китайские могут что-то предложить в конкуренции. Но, если так вот разобраться по тщательным моментам, вот в плане камеры, он, в принципе, лучше этот смартфон показывает себя, чем те же самые Redmi от Xiaomi. Вот как-то так. Все, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, я что-то полезное, интересное для вас рассказал. Не забывайте поставить лайк, подписываться на канал. В описании я оставлю ссылочки на этот смартфон в различных магазинах. И покупая в интернете, покупайте с удовольствием и выгодно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите новые интересные видео у меня на канале. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер. Субтитры сделал DimaTorzok